всем привет сегодня я начинаю целую серию видео которая будет посвящена сравнению планировок в двух жилых комплексах это жилой комплекс высота и нагорный потому что они примерно похожи по стилистике потому что они примерно рядом находятся и люди которые ищут квартиры в этом районе рассматривают эти два жека в качестве приобретения там квартиры и сегодня будет ролик номер один где я сравню две трехкомнатные квартиры одна в нагорном другая высоте поехали итак сравнение этих двух квартир можно начать с общих параметров какие они в нагорном квартира 116 и 6 квадратных метров стоимостью 13 миллионов 642 тысячи и 300 рублей второй этаж потому что на других этажах таких квартир уже не осталось это последняя из самых больших трехкомнатных квартир в нагорном трехкомнатная квартира в жека высота ту которую я взял и для сравнения находятся на двенадцатом этаже она сто один и девяносто девять квадратных метров и стоит 12 миллионов четыреста двадцать девять тысяч шестьсот тридцать один рубль ну а далее давайте сравнивать по планировкам что хуже что лучше количество квадратных метров не всегда означает что эта квартира лучше перед нами две квартиры примерно одинаковой формы я называю такие планировки это форма пистолета знаете как у него одна сторона вытянутая она какой-то такой странной буквы г и вот они обе квартиры друг на друга похожи следующее что бросается в глаза это количество окон в квартире в нагорном 4 окна 4 комнаты 4 окна а вот в жека высота окон гораздо больше аж целых 9 окон 4 и 9 ну понимаете разницу да то есть гораздо светлее будет в жека высота именно в этой квартире здесь даже в ванной есть окно это очень круто но идем дальше хочу начать с прихожей и вот например в жека нагорный когда мы заходим в прихожей мы попадаем в такой достаточно большой холл 17 квадратных метров здесь он обозначен для того чтобы нам снять одежду нужно через весь этот холл пройти к тому шкафу который здесь нарисован кстати хочу обратить внимание что вот в жека нагорном расставлена мебель а вот в жека высота мебель не расставлена поэтому простому покупателю который выбирает квартиру очень сложно сориентироваться как могла бы быть расставлена мебель в жека высота поэтому вот обратите внимание друзья и сделайте так чтобы у вас была расставлена мебель это все-таки большой плюс здесь нагорный победил но давайте вернемся в прихожую и вот к тому шкафу про который я рассказал во первых он очень небольшой чтобы увеличить площадь хранения а мы все помним что хранение должно быть много но потому что семья большая вещей много да в принципе сейчас у любого человека вещей много поэтому вот этого шкафчика на два метра недостаточно я бы добавил на самом деле еще один шкаф вот как то вот таким образом и таким образом получился бы гардероб в который можно было бы зайти и развешивать одежду площадь хранения увеличилась бы в два раза у нас осталось прихожая через которую мы будем все время ходить и на мой взгляд это не очень хорошо потому что все таки будет вот то пыль и возможно даже грязь с обуви которая будет оставаться на полу вот в общем есть шанс ее растаскивать по всей квартиры в носочках когда мы будем ходить а ходить мы будем постоянно через прихожую потому что это такая центральная магистральная часть в этой квартире по-другому на кухню не зайти кухня это самое посещаемое место как вы понимаете в общем на мой взгляд это не очень удобно а вот высоте этот вопрос решен гораздо лучше с точки зрения планировки прихожая полностью обособлена и даже если мы здесь поставим шкаф то он останется в прихожей нам не надо будет никуда ходить но неудобно то что шкаф здесь мы скорее всего вот так не поставим потому что остается очень узенький проход туда в коридор это дико неудобно ставить шкаф вот так вот тоже неудобно и некрасиво потому что прихожая становится очень узкой и когда мы заходим в прихожую упираемся прямо в торец поэтому здесь я бы предложил такое изменение я бы постирочную которая здесь обозначена как постирочная превратил в гардеробную разместил бы вот так вот шкафы и вход в эту гардеробную был бы прямо напротив входа в квартиру и тогда вся входная группа осталась бы обособленной и когда мы перемещаемся по квартире мы не заходим в прихожую и вот это очень круто и удобно постирочную я бы организовал вот в этом санузле и у меня при этом остался бы еще один санузел и еще одна ванна которая с окном про который я уже говорил и этого вполне достаточно для трехкомнатной квартире в общем по этому параметру входной группы прихожей побеждает на мой взгляд жека высота идем дальше кухня гостиная общая комната смотрим на горный здесь кухня гостиная 24 квадратных метров но сразу же надо сказать что 24 квадратных метра для кухни гостиной на мой взгляд это очень мало потому что мы должны разместить там кухонный гарнитур обеденную зону то есть стол со стульями и диван желательно хотя бы одним креслом и телевизором вот здесь вот кресло уже не влазит потому что места не хватает кухонный гарнитур очень маленький на которые кофемашина тостер и чайник уже влазить не будут и стол стоит прижатый к стене что не очень хорошо я в каждом видео про это рассказываю поэтому останавливаться не буду стол у стены это плохо идем в кухню-гостиную жека высота смотрим здесь форма достаточно странная она такая т-образная но это дает гораздо более интересные возможности с точки зрения расстановки мебели и планирования пространства то есть мы можем кухню поставить вот таким образом например г-образной формы либо второй вариант мы можем поставить высокие шкафы а вот здесь вот какой-то остров поставить за которым можно удобно готовить вот сюда мы можем поставить стол большой даже на шесть мест и вот здесь вот мы поставим спокойненько диваны напротив телевизора вот это вот конфигурация позволяет четко зонировать пространство на три зоны которые необходимы в кухне-гостиной здесь площадь чуть-чуть по моему побольше но он примерно такая же в общем то как и в нагорном но вот это вот компоновка позволяет мебели расставить более рационально и интересно с точки зрения дизайна поэтому в этом параметре побеждает опять жека высота но это на мой взгляд иногда те люди которые покупают трехкомнатную квартиру они хотят увеличить кухню-гостиную за счет соседней комнаты ну так бывает например один ребенок поэтому две детские делать ни к чему поэтому нужны просто две спальни а вот оставшуюся комнату очень часто хотят присоединить вот можно ли здесь это сделать да можно мы можем убрать вот эту перегородку и вот эту большую комнату превратить в кухню-гостиную при этом при большом желании вот эту вот часть можно вообще подумать и превратить в кабинет но надо смотреть возможно ли это потом будет согласовать потому что вполне вероятно что это выделено как зона кухни кухню как вы знаете нельзя перемещать на жилое пространство но объединить можно можно ли объединить две комнаты рядом находящиеся в нагорном можно но это будет не одно общее пространство а как бы одна комната перетекающая в другую потому что вот эти две толстенькие стены они несущие и они образуют как бы такую некую арку сквозь которую мы будем ходить из одного помещения в другое вот такие особенности по объединению идем дальше следующий параметр который очень важно учитывать в будущем жилье это родительская спальня мастер спальня ее еще называют то есть эта возможность сделать три помещения в одном это ванна это гардероб и это спальня давайте посмотрим что можно сделать в нагорном у нас здесь есть три комнаты первая вторая третье получается что мы можем сделать родительскую спальню или мастер спальню только в одном месте это вот это вот 20 метровая комната мы можем ее вот так вот изолировать вот в этом месте поставить здесь дверь вот эту ванну отдать в пользование родителям вот в этом месте организовать гардероб и когда мы заходим у нас есть одна своя дверь ванной вторая дверь в гардероб и далее мы поставим кровать вот таким образом и тогда мы получим мастер спальню но минус этой истории заключается в том что оставшийся санузел который 2 и 9 квадратных метров не поместит в себя ванну или душевую кабину и соответственно ребенок который возможно есть или два ребенка которых возможно есть они не смогут мыться в этом санузле то есть там просто ванны не будет и поэтому они будут ходить в ванну к родителям а соответственно весь смысл мастер спальни теряется поэтому сделать мы так не можем мастер спальня не получится у нас получится просто комната с гардеробом но без ванны теперь посмотрим что в жк высота здесь конечно же потом мастер спальню нужно отводить вот это вот большое пространство и что здесь получается здесь уже стоит дверь заходя в которую мы попадаем в большое вытянутое пространство которое мы можем разделить на две части 1 это гардероб и мы можем поставить вот так вот шкафы это получается два больших шкафа по 2 или даже два с половиной метра ну представьте сколько это мест хранения это прямо здорово и более того в этом пространстве еще и получается окно это вообще подарок в гардеробной у вас получается окно это здорово здесь вход в свой санузел он небольшой 32 метра но в принципе здесь можно разместить небольшую душевую унитаз и раковину и дальше остается место под кровать единственный минус то что здесь в изголовье получается окно но ничего страшного его можно задрепировать с другой стороны здесь получается полноценная мастер спальня и по этому параметру жека высота побеждает на мой взгляд на мой субъективный взгляд это мое личное мнение если вы считаете по-другому то напишите в комментариях почему и и и как вы бы сделали почему так думаете у нас остается две жилые комнаты здесь одна детская здесь 2 детская причем 2 детская с двумя окнами это тоже огромный плюс когда окна выходят на две стороны ну то есть такое а-ля угловое окно то есть это тоже здорово 14 и 13 квадратных метров в жк нагорный остается комната 20 метров она вроде бы больше казалось и 2 тоже больше 20 метров но у них по одному окно но зато они больше для кого-то важен объем вот эти вот квадратные метры на целых 6 квадратных метров каждая комната больше и это в общем-то достаточно существенно но для кого важны квадратные метры тот конечно же присмотрится к жк нагорный здесь целых 116 квадратных метров для кого важен именно внутренний комфорт как я его вижу тот присмотрится наверное к жк высота здесь всего 102 квадратных метра на целых 15 квадратных метров меньше и жилой площади меньше но компоновка здесь получается гораздо удобнее на мой взгляд ребята пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу как вы считаете считаете ли вы до сих пор что квадратные метры важнее чем внутренняя грамотная организация пространства и почему вы так считаете но пока пишите ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик всем пока